Египет с его пирамидами это одна сплошная тайна. Несмотря на нескончаемые раскупки, которые длятся уже много десятилетий, вопросов становится только больше. Может быть вы сможете дать на них ответы? С вами Топ Хайп и в этом выпуске вы увидите самые интересные и необычные находки в Египте, которые вас поразят. Пирамида определенно интересна всем и каждому, даже тем людям, которые не особо увлекаются историей или строительством. Один взгляд на них заставляет прокрутить в голове массу мысли о том, как, кто и каким образом их возводил. Но сейчас нас интересует не только внешний вид пирамид, сколько то, что находится внутри. Судя по этой истории, находиться там может довольно много всякого. Даже опасные монстры, жаждущие полакомиться каждым, кто сунется в их покои. Группа исследователей занималась изучением подземных проходов в одной из пирамид, как вдруг. Они услышали странные звуки. Это было похоже на шорох. Сначала кто-то думал, что это просто один из их коллег где-то там в темноте. Отделился от группы и занимается своими делами. Но когда последний член экспедиции вышел с обратной стороны, всем вдруг стало не по себе. Люди поняли, кто-то или что-то пробудилось во тьме пирамид и идет к ним навстречу. Какими бы любопытными люди ни были, страх заставил их ноги подниматься вверх по лестнице как можно скорее. Именно это и спасло их жизни. В последнее мгновение, когда исследователь с камерой уже был близок к выходу, он заметил этого монстра, стремительно преследующего ученого по лестнице. Благо человек успел оттуда выбраться и никак не пострадал. Но эти кадры, как и вообще вся эта ситуация, определенно потрепала всем нервы. Мумия пришельца Этот ролик, если верить источнику, был снят в 1961 году, когда сотрудники исследовательского центра СССР отправились в Египет для изучения секретных, недавно открытых пещер. В ходе проекта ученые наткнулись на целый ряд интересующих их объектов, главными из которых были мумии. Однако уже по одному их виду было понятно. Они отличались от всех, что находили ранее. Объекты пролежали здесь тысячи лет и более того, пришли к нам с другой планеты. После снятия крышки в саркофаге было видно скелетизированное изображение человека или человекоподобного пришельца. После этого в гробницу входят еще люди, в том числе в защитных костюмах с противогазами и отправляют любопытных ученых за дверь. Ходили слухи, что люди нашли мумии настоящих пришельцев. И если это так, то это многое бы объясняло. Например, человечество понятия не имеет, откуда у египтян были такие глубокие познания в строительстве или в области космоса. Но контакт с инопланетной расой изменил бы наше понимание истории навсегда. В таком случае, пришельцы могли бы помогать людям строить пирамиды и изучать окружающий мир. А взамен просить мумификацию своих почетных граждан или что-либо еще. Тоннель Тоннель В ходе очередных раскопок археологи обнаружили впечатляющий тоннель на глубине 13 метров. Его высота составляет 2 метра, а длина превышает километр. Поскольку вокруг этого тоннеля люди часто находили следы Клеопатры и соответствующие рисунки, велик шанс, что этот самый тоннель приведет ученых к желаемому открытию. Пускай даже не к самой гробнице, но к чему-то, что в конце концов поможет ее отыскать. Дом для инопланетян Вернемся к нашей любимой теме инопланетян и их связи с Египтом. На сей раз я расскажу вам об одном крайне интересном папирусе, который был создан еще в 1480-м до нашей эры. На нем писалось, что именно в тот год в Египет впервые прилетели инопланетяне. Они были на огромном круглом корабле, напоминающем летающую тарелку. Когда этот диск опустился, из него вышла группа существ, совершенно не похожих на людей. Их головы были безобразными по тогдашним меркам. Рост тоже оставлял желать лучшего. Но тем не менее, инопланетяне смогли завоевать уважение фараона после первого же их разговора. Слуги не знали, как они выглядели и о чем говорили с их владыкой. После недолгого общения этот диск улетел обратно в небо, а на Египет посыпался град из самых разных животных. Местные поверили в чудеса и сделали ряд подношений своему богу Раам. После этого происшествия, что удивительно, в Египте начался невероятный прогресс. Начали возникать сложнейшие постройки. Появились новые знания о звездах. В общем, население неожиданно для всех начало стремительно развиваться. Логично предположить, что все это происходило не без помощи инопланетной расы. Возможно, именно этот контакт и был позже изображен на стенах храма Сети I в Абидосе, который был построен спустя сто лет. На стенах храма отчетливо были видны изображения вертолетов и иных летательных аппаратов. В других местах изображения фараонов всегда сопровождаются странными карликами с раздутыми головами. Посмотрите на храм Абу-Симбел. Над входом в него изображен самый натуральный инопланетянин с огромной головой. На других храмовых изображениях жрицы кормят странную фигуру с черными миндалевидными глазами. Что интересно, папирус, на котором все это описывается, явно далеко и не единственный в мире, который подтверждает существование пришельцев. Есть куда более современная история на ту же тему. На дворе был конец 20 века. Исследователь Гастон де Вилар обнаружил неизвестную ему ранее усыпальницу и вошел внутрь. Судя по внутреннему виду и прочим, характерным показателем ей было не менее 4000 лет. Мужчина просто не мог позволить себе пройти мимо и тут же начал копать еще дальше. Уже скоро раскопки принесли свои плоды, ведь ученый нашел мумию инопланетянина. У этого существа был череп раздвоенной формы, огромные глазницы в половину лица, широкий рот без зубов, а также уши и нос отсутствовали. А рост существа составлял 2,5 метра. По сравнению с людьми того времени, да и по сравнению с нами, он был настоящим гигантом. Кроме тела в усыпальнице также были и диски из полированного металла. Металлический костюм со остатками пластика и глиняной таблички, на которых были изображены звездные карты и неизвестные механизмы. Гастон, как порядочный гражданин, сообщил об этом властям, но реакция государства была совсем не такой, какой он ожидал. Они выдворили его сразу, как только приехали на место. Тело и артефакты забрали с собой, а новости запретили рассказывать. Повезло, что он был гражданином другой страны и, выехав за границу, все-таки поведал миру о случившемся. Но я бы на месте ученого не расстраивался. Да, если это правда, то ситуация очень обидная и неприятная, но есть множество других способов доказать существование инопланетян. Например, во все том же Египте люди обнаружили кинжал Тутанхамона. Может показаться, что эта находка максимально бесполезная, но на самом деле это не так. Проведя ряд исследований, группа ученых единогласно пришла к выводу, что он был сделан из металла внеземного происхождения. Это стало ясно по химическому составу. Примерно 89% железа, чуть больше 10% никеля и 0,5% кобальта. Дело в том, что в земной природе такое соотношение не встречается. У нас никелевой примеси гораздо больше. А когда никель и кобальт в железном материале находятся именно в такой пропорции, то это типичный состав железных метеоритов. Верите ли вы, что в Египте упал метеорит, и люди того времени сумели его транспортировать, а также даже сделать какое-то оружие для своего фараона? Лично мне кажется, что здесь без помощи инопланетян было не разобраться. Кстати, есть еще одно доказательство того, что этот кинжал не является делом рук египтян. Другие анализы показали, что он был выкован при температуре в 900 градусов по Цельсию. Не выше. Но вот в чем дело. Метод низкотемпературной ковки в те времена был еще даже не открыт. Эта технология появилась позже, а значит кинжал фараона совершенно точно был сделан не в Египте. Вот только узнав о том, что в Египте можно найти множество реальных инопланетных артефактов, я бы не спешил их искать. Нюанс в том, что многие из них могут оказаться попросту проклятыми. И это не шутки. В 1951 году в ходе поисков новых нетронутых захоронений археолог Мухаммед Закария Гонейм наткнулся на стену, которая, по его мнению, могла быть одной из недостроенных древних пирамид. Мужчина заручился помощью правительства и нашел скрытый ход, который в конце концов привел его с группой в уникальную погребальную камеру. Оказалось, что в недостроенной камере, засыпанной упавшими с потолка глыбами, стоял алебастровый саркофаг. Он прекрасно сохранился. Ни один из камней с потолка не упал на него. Внутри саркофага было пусто. Разочарованию Гонейма не было предела. Раскопки остановили, но вся мистика только начиналась. Через несколько лет Гонейм покончил с собой. Многие считают, что причиной был именно этот саркофаг. Теоретики считают, что он был похож скорее не на обычный гроб для мумий, а на ловушку, которая содержала в себе злого духа. А это еще кто такой? Именно таким вопросом задалась группа исследователей, когда в 2020 году нашли целую группу интереснейших статуй, и останков египтяна, а позже обнаружили кое-кого неизвестного ранее. Под фигурами и статуэтками было написано, кто есть кто. И все найденные надписи совпадали с людьми, которые известны нам по разным документам. Все, кроме одной. На ней было написано «Пномус». Изучив документы множество раз, ученые так и не смогли понять, о каком таком «Пномусе» идет речь. Он не упоминался ни в одном полученном людьми папирусе. Не был нарисован на стенахаре, изображен где-либо еще. Единственная логичная версия говорит о том, что это один из людей, который оккупировал Египет в 700-х годах до нашей эры. Возможно, он лично попросил сделать его фигурку, которую позже забыл или потерял. Черепа крокодилов В прошлом люди поклонялись самым разным животным. Египтяне, например, очень уважали кошек. Но я хочу вам рассказать о более интересном случае. О крокодилах. Хищниках, с которыми не встаянии справятся даже многие современные охотники. Но, судя по всему, египтяне были не только умными, но и безумно ловкими, а также сильными. Они ловили крокодилов и использовали их в качестве проводников между местными фараонами и богами. Животные, с точки зрения их верований, были связаны с богом Себеком. А когда создание теряло свои силы и умирало, оно подвергалось соответствующей обработке, подобно знати. Неизвестно почему, но вместо мумификации останки животных были завернуты в ткани и не имели никакую дополнительную обработку. Исследователи отмечают, что это первая находка таких опасных животных в местах захоронения. До сих пор черепа крокодилов находили только в храмах. Египет – это то место, которое не перестает удивлять. Книга мертвых, странные гробницы и новые артефакты. Смотрите дальше, впереди еще больше мистических находок. Инопланетное кольцо Думаю, ни для кого не секрет, что более ста лет назад археологи нашли одно из главных и самых значимых мест в египетской истории – гробницу Тутанхамона. Несколько тысяч лет назад она была нетронутой, из-за чего древние артефакты оставались в хорошем состоянии. Сохранились украшения, артефакты, какие-то следы канувшего в лету народа. В общем, до наших дней дожило действительно много зацепок. Тем не менее, начать хотелось бы именно с одного украшения. Непростого, а того существования которого идет вразрез современной версии истории. Дело в том, что на этом предмете изображено загадочное существо, напоминающее пришельца. Получается, египтяне имели опыт встречи с инопланетными существами? Они о чем-то разговаривали? Или... Погодите, а может все куда проще? Это не пришелец и египетский бог Птах? Согласно истории, это творец мира и бог мертвых. Бог правды и порядка. Судя по картинкам в интернете, он выглядит именно так, как изображено на этом кольце. Единственный момент, который напрягает – тот, что Птах парит над землей. Либо он реально встретился с людьми и летал. Либо перед нами все-таки представитель внеземной цивилизации, у которого были навороченные технологии для полетов. Загадок сюда же добавляют и вот эти левитирующие в правой части объекты, о предназначении которых остается лишь гадать. Нельзя исключать, что это детали инопланетного механизма, работающего вместе с жезлом и платформой. И это я еще не говорил о странной штуке за человечком слева от него. Зачем египтяне изобразили такую загадочную картину в кольце? Как вы думаете? Если у вас есть собственное мнение на этот счет, то обязательно поделитесь им в комментариях. Древнейшая мумия Египта Уверен, многие из вас думали, что самые древние мумии были найдены еще давно. Это могли быть захоронения каких-то фараонов или что-то вроде того. Однако на самом деле, древнейшую на сегодняшний день мумию открыли совсем недавно. Произошло это на территории некрополя Саккара. Как говорит руководитель экспедиции, произошло это в какой-то погребальной шахте глубиной 15 метров, на дне которой находился большой прямоугольный известняковый саркофаг. Надписи, вырезанные на его верхней части, говорят о том, что владельца саркофага звали Гекошепес. А погребен этот человек был 4300 лет назад. Это, конечно же, была не единственная мумия, найденная археологами. Также они наткнулись и на довольно крупную гробницу, принадлежавшую некому Хнумджедефу. Судя по иероглифическим надписям, он занимал несколько важных постов, названия которых египтологи перевели так. Инспектор чиновников, надсмотрщик знати и священник в комплексе пирамид Униса, последнего правителя пятой династии. В то время как древнейшая мумия была украшена золотыми листьями. Усыпальница второго человека была окружена сценами из его повседневной жизни. Вторая по величине усыпальница принадлежала женщине по имени Мэри, хранительнице секретов и помощнице великого правителя дворца. Кроме того, археологи обнаружили гробницу священника, имя которого из-за отсутствия надписи пока остается неизвестным. Эта усыпальница примечательна тем, что в ней было найдено 9 прекрасно выполненных статуй, две из них изображают самого владельца гробницы и его жены, а остальные их слуг. Книга мертвых Ступенчатая пирамида Джосера, которая находится в Саккаре, считается древнейшим из сохранившихся на земле крупных каменных строений. Такое название она, что логично, получила в честь фараона, во время которого она была построена. Когда глава государства покинул мир, все его подчиненные, а также простые люди хотели стать частичкой истории и получить возможность лечь рядом с бывшим фараоном. Именно из-за этого вся эта территория сегодня представляет собой настоящее кладбище. В одном из расположенных возле пирамиды некрополий, группа египетских археологов обнаружила саркофаг, хранивший не только мумию, но и древний свиток с заклинаниями. По оценке специалистов, папирус был написан в период между 712 и 312 годами до нашей эры. Стоит выделить длину этого свитка, она составляла целых 16 метров. Несмотря на то, что это не самый длинный текст книги мертвых, свитки такой длины встречаются очень редко. Тем более здесь получилось найти сразу целый, полный папирус с древними погребальными текстами. По классике, так как находка новая, точно о ней никто не может ничего сказать. Все держат информацию в секрете на случай, что она может оказаться слишком ценной и значимой. Египетский город Луксор постоянно заявляет миру о новых найденных в нем объектах или артефактах. Кто-то настолько перестал верить СМИ, что всерьез считает, что это не более чем маркетинговый ход, чтобы привлекать новых туристов в древний город. И вот совсем недавно, в начале 2023-го, ученые нашли в Луксоре остатки древнеримского города, датируемого вторым-третьим веками нашей эры. По утверждению археологов, они нашли руины старейшего для этих мест римского поселения. Вот что удалось раскопать на этом участке. Дома, почтовые локации, рабочие места кузнецов, а также атрибуты быта. Разве теперь хоть кто-то посмеет оспорить грандиозность этого места? Или это тоже своеобразная реклама? Как вы уже могли понять, за сегодняшний выпуск в Египте сохранилось не только множество пирамид, но и целый ряд некрополий с их уникальной историей. Некоторые из усыпальниц не говорят ни о чем странном, мистическом или волнующем, в то время как другие могут стать настоящим плацдармом для размышлений и создания странных теорий с загадками. Например, рядом с памятником великого распорядителя Харва со временем появился погребальный комплекс. Прошло некоторое время, и преемник Харвы построил свою гробницу неподалеку, а за ним это сделал его преемник, и его, и так далее. Эта традиция продолжалась многие века, как вдруг кто-то, или, точнее, что-то ее оборвало. Недавно археологи раскопали рядом с погребением Харва груду скелетов, покрытых слоем извести. Также найдено кострище с останками тех, кто не удостоился даже погребения в общей яме, засыпанной известью. Все эти несчастные пари жертвы эпидемии, известные как Киприанова Чумам. Их тела погружали в известь, или же сжигали, потому что боялись распространения заразы. После эпидемии в этом месте больше уже никого не хоронили. Эта информация породила множество теорий и загадок. Кем был этот самый Киприан, и почему болезнь назвали в его честь? Может, он сам придумал для нее рецепт, и таким образом сгубил тысячи невинных людей? По оценкам историков, до чумы на территории Александрии жило около полумиллиона человек. После же нее численность стала равняться менее двумстам тысячам. Усыпальница хранителя. В пригороде Каира велись очередные раскопки, и в ходе них уже под занавес ночи люди случайно наткнулись на необычный саркофаг. Немного разобравшись в вопросе, всем стало ясно. Это усыпальница Птах-эм-Виа, хранителя сокровищницы фараона Рамсеса II, самого могущественного древнеегипетского правителя. Вокруг гробницы располагались высеченные титулы Птах-эм-Виа, подчеркивающие его близость к царю. Также на саркофаг были нанесены эмблемы божеств, в том числе на крышке была изображена богиня неба Нут. Находка в дельте реки Следующая находка была обнаружена в дельте Нила. Археологи наткнулись на пресс для отжима винограда, пифосы для хранения вина, а также фрагмент стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков. Все это могло использоваться для поддержания необходимой температуры. По оценке экспертов, эти находки должны относиться к греко-римскому периоду. Вместе с ними ученые нашли и фрагменты цветной штукатурки с мозаикой. Скорее всего, современным людям попался дом древнего винодела, который очень любил свое дело и занимался им по всем канонам. Таинственное захоронение Когда речь заходит о найденных захоронениях, все мы сразу представляем золотые мумии, каких-нибудь фараонов и прочую знать. Не станут же ученые говорить всему миру о найденной могиле обычного плебея. Но следующая история отложилась в памяти у всех историков навсегда. Дело в том, что люди каким-то образом нашли могилу маленького мальчика, которого захоронили вместе с сотней собак. Поначалу люди разводили руками и не могли понять, как такое вообще возможно. Что он такого сделал, что ему уготовили подобную участь? Но позже все стало куда более ясным, простым и понятным. Вероятно, мальчишка просто-напросто утонул. Возможно, собаки тоже. Об этом свидетельствуют следы голубой глины, которая часто встречается в древнеегипетских водоемах. Вполне вероятно, что место жительства собак и этого мальчика было подвержено наводнению, в ходе которого никто не выжил. Однако, к сожалению или к счастью, это не все загадки относительно данной находки. Незадолго до обнаружения этой странной могилы, люди наткнулись на могилу казненного человека. У того была стрела в сердце, а также мешок на голове. Совпадение ли, но у усопшего мальчика на голове тоже была какая-то сумка изо льна. Надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь.